Друзья, всем привет! Да, вы не ошиблись, мы именно на свалке. И именно с этого я хочу начать свое видео. Маша, тут кроссовок есть неплохой. Будешь брать? Да, конечно. Хорошо. Итак, новое видео, и мы приехали на заброшенный мусороперерабатывающий завод. Он находится в Безлюдовке. От него практически ничего не осталось. Значит, я мы сейчас посмотрим, что от него осталось. Итак, немножечко истории о нем. Его строили с 1980 по 1982 год. И строили его заключенные, которые сидели здесь на поселении. И этих заключенных очень часто видели в Безлюдовке. Они ходили туда в магазины и купаться на озеро. Вот они и строили это предприятие, скажем так. Но его закрыли. А закрыли по причине нерентабельности. На этом заводе стояли очень крутые фильтры, которые очищали вот эти все выбросы перед попаданием в атмосферу. Но в какой-то момент, естественно, фильтр забился. И очень грязный и неочищенный воздух начал попадать в окружающую среду. И отравлять жизнь людям, которые живут рядом. Точно так же, как сейчас нам отравляет коксовый завод жизни. И поэтому он проработал еще до 1997 года. В 1997 году закупили новое оборудование, чтобы все на этом предприятии переделать. И он заработал новой силой. Но в 2000-х годах начались какие-то политические, скажем так, качели. Мы точно не знаем, конечно, что именно произошло. Но тем не менее его закрыли. И вот спустя 20 лет, да, 21 уже, сейчас строят новый мусороперерабатывающий завод. Надеемся, его не будет ждать та же участь. И поэтому погнали, наконец-то, смотреть, что же здесь есть. Я с таким чемоданом ездила в пионерский лагерь на каникулах. Потому что других у нас не было, с инфекционом были такие чемоданы у всех. И вот у нас заходило 30 человек в автобус. И все с такими чемоданами. Получается, пол автобуса было занято такими чемоданами. Чтобы они падали и бились вот такими железяками у нас. Это было ужасно. Друзья, если вы хотите, чтобы мы забрали себе этот чемодан, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, вы посмотрели, что осталось от этого мусоросжигательного завода. Сюда, судя по всему, до сих пор привозят какой-то мусор. И, в общем, надеемся все-таки на постройку нового. И чтобы этот мусор сжигали, а не он накапливался, как здесь. И так, как оказалось, смотреть здесь нечего, потому что его совсем развалили уже окончательно. И поэтому мы направляемся в ближайший лес, чтобы попить чайка, походить погулять. Все-таки не только заброшки, должно быть и что-то приятное, скажем так, без вот этих вот запахов. А сейчас мы идем и вокруг нас, со всех сторон, отстойники. Их хорошо видно, если взлететь на квадрики, либо просто с высоты какой-то. На какой-то дом, допустим, залезть, хорошо будет видно. Кому интересно, приедьте, посмотрите. А так, конечно, смотреть нечего. Ожидаем новый завод. История будет не касается, конечно, мусоросжигательного завода. Здесь просто рядом, недалеко, находятся безютовские очистные сооружения. Я там когда-то работала в столовой. Но история вообще не про эти очистные, а тоже работала на Диканевских очистных сооружениях. И там была пресс-конференция какая-то, мы ездили на обслуживание. Там было телевидение, а мы обслуживали чисто там подать, принести. И когда уже закончилась пресс-конференция, мы уже убирали все продукты. И села я в лифт с ящиком, и надо было все относить в машину. Я захожу в лифт, нажимаю на единичку, на первый этаж. И понимаю, что я очень долго уже еду. И потом открывается дверь лифта. И я увидела, что там самый главный коллектор наш, насос, который перерабатывает все ливневки, которые сходят в вода. Наверное, не так это происходит. А что на самом деле было, что ты подписала документы о неразглашении? Ничего там не было. А инопланетяне? Не было там инопланетяне. Ты же говорила, там люди делают в костюмах. И на сапотяне выглядели? Рабочие там работают, да, в белых костюмах, таких как скафандры. Потому что это очистные сооружения, там все очень чисто, стерильно. Может, это и на пресс-конференции? Я так думаю. Может, мне показалось, потому что это была пресс-конференция. Может, это была для показов, нечисто. Может, это была 10 лет, была пресс-конференция, посвященная десятилетию аварии на очистных сооружениях. Так что это была тогда дата 10 лет. А в каком году была авария? Ну, в девяносто первую или девяносто вторую, не помню. И вот тогда нельзя было купаться ни в одном водоеме Харькова. Да, было все, даже холера была в наших водоемах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ходим-ходим, не как мы ничего прям мега интересного найти, но свернули мы в лес не по тропинке, а нашли какой-то посреди леса странный забор. И вот сейчас мы хотим посмотреть, что же там, потому что на карте нет никаких обозначений, что это могло быть. В общем, идем смотреть. Ничего. Обошли мы через забор. И в общем, нашли мы какой-то вход очень странный. Он здесь один-единственный. В Нарнию. Раньше погреба так и делали. Как, если это были казармы, улетево этого, как это оно, это вот. А то что, опилки? Нет, песок. Вход. В общем, как оказалось, это какой-то старый. То ли погреб, то ли какое-то хранилище. В общем, что-то непонятное. В общем, на случай апокалипсиса можно прийти сюда и пожить. В общем, мы так и не поняли, что это. На старых картах написано, что это какая-то военная часть. Но через тот забор, который мы перелезли, здесь есть дорога. А за дорогой еще один забор из колючей проволоки. И там видны какие-то бараки, какие-то, в общем, постройки. Туда мы лезть не стали, потому что колючая проволока, да, и как-то запутаться не хочется. Порвать вещи и порвать руки, ноги, в общем, не очень интересно. Глаза. Глаза, да. Но мы идем, здесь есть человеческие следы, которые явно недавно кто-то шел. И следы собак. Мы очень надеемся на то, что мы не встретим собак, особенно злых. Поэтому, в общем, если кто-то знает, что это было за часть или что здесь вообще сейчас есть, обязательно напишите в комментариях, было бы интересно узнать. А мы пошли дальше выбираться. Самое. Просто укрытие от солнца, от дождя. Да и сегодня. Ну а как еще, если военная. Мы гадаем, зачем вот эти вот домики. Пишешь? Чем такой-то, да, стоял, писал. Либо тут часовые стояли, мы думаем. Либо тут стояла такая штука. Весовой шел, отмечал по периметру. Я прошел. Так как мы не очень соображаем в военной тематике, мы не знаем, что это. Возможно, ответ более элементарный, чем мы думаем. И напишите, пожалуйста. Ты будешь считать каждое колечко? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, девятнадцать, двадцать, девятнадцать, двадцать, шо после двадцати? Один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, четыре, тридцать пять, 43 44 45 46 короче 50 плюс минус 5 получается 50 лет дерево и так друзья мы вышли из леса из этой базы мы выбрались встретили местных жителей спросили у них что же это за военная база они нам конкретно ничего не ответили но сказали только то что она до сих пор охраняется и в общем туда залазить не стоит поэтому в принципе то что мы не залезли дальше это даже хорошо но и следы собачьи нас наверно больше напугали поэтому вот но все равно если у кого то есть какая-то информация хотелось бы узнать что же там все таки было ли что же там есть второе что по поводу мусора сжигательного завода мусороперерабатывающего завода как его можно назвать да очень надеемся что построят новый и вот это место которое из которого сейчас состоит свалка хотелось бы чтобы его все таки очистили но мы направляемся в сторону дома уже темнеет сейчас зайдем в лес и и там будет наверно совсем темно надеюсь не страшно поэтому буду с вами прощаться помним что лама будет очень рада донатиком ссылочка есть в описании подписываемся на канал ставим лайки до скорой встречи обняла до скорой встречи обнялся